Всем доброе время суток! Сегодня мы поговорим с вами о том, как отправлять письма Германии. Если вы живете в Германии, вы уже столкнулись, наверное, с бюрократией местной и с тем, что немцы очень любят писать и получать письма. Любят, берем в кавычки, это как любишь-не любишь, а нужно делать. Значит так, письмами в Германии занимается почта DHL. Фотографию сейчас вы видите на экране, как выглядят их эмблемы почтовые отделения. Значит, если мы хотим отправить письмо о том, какие конверты, как подписывать вручную, я покажу далее. А сейчас мы смотрим, как на сайте DHL разобраться со стоимостью вообще писем. Задаем в Google строку DHL Brief. Brief – это письмо по-немецки. Так, и у нас первая же ссылочка выпадает на сайт DHL. Значит, что здесь у нас есть? Во-первых, все марки, просто обычные марки, можно купить в любом почтовом отделении DHL. Просто заходите и говорите, мне нужны марки, там две штучки по еврику, и вам их выдают. Либо, второй вариант, можно эти марки заказать в онлайн-шоп через DHL. То есть, на этой же странице, где я сейчас есть, у них здесь есть вот первая строчка – шоп. То есть, туда заходите, ищите марки. Либо же марку можно распечатать в электронном виде. То есть, купите ее в электронном виде и либо распечатать на своем притере, либо через баркод, который тоже приходит вместе с электронной маркой вам на почту. С этим баркодом заходите в любое почтовое отделение, показываете этот баркод кассиру. Он вам распечатывает, вы наклеите на письмо, и все, готово. Значит, смотрите, вот на страницу, к которой мы зашли, первое, что нам предлагается, это Porto Berechnen. Это имеется в виду, что вы задаете параметры своего письма, вот вы уже запечатали, все, у вас все там лежит, и вы задаете вид, что вы отправляете. Ну, в данном случае мы говорим просто про письмо, Brief. Gewicht – это вес, и Masse – это размеры письма. И вам он автоматически под ваши размеры, давайте вот поменяем сейчас, вот 500 грамм, и размер возьмем какой-то другой, сейчас вот такой вот. И автоматически вот он нам предлагает марку за 2,75, нужно нажать Yet's Kaufen, и вы так ее купите. Но это уже когда мы имеем дело с готовым письмом, а чтобы, в принципе, узнать, что у нас по письмам, какие тарифы у нас есть, мы просто пробегаем, пролистываем дальше ниже, и здесь мы видим табличку, где у нас продукты, здесь посткарты, штандарт-бриф, компакт, гросс-бриф, потом следующая колонка – прайс, потом Masse – это размеры, Gewicht – это вес, и ZusatzInformationen – это, в общем-то, оно вам не нужно особо. И варианты, которые у нас есть, это, допустим, посткарта – это открытка, ее размеры, длина, и L – это Lange, и B – Bright – ширина. И, ну, она, толщина здесь не указывается, но здесь имеется в виду, что это открытка, она плоская, это и так понятно, это по умолчанию. Нужно обязательно смотреть на размеры, то есть у вас, ваша открытка должна вписываться не только в размеры максимальные, но еще в размеры минимальные. Если она будет у вас, допустим, по длине, она у вас входит в этот размер, то есть она у вас, скажем так, 15 см длиной, но ширина у нее не с 9 до 12, а, допустим, 7 см, да, то уже вам этот вариант за 70 центов не подходит, вам уже нужно искать тот вид марки, тот вид письма, который уже подходит под ваши параметры, а это вот, допустим, за еврик. Здесь уже ширина марки может быть 7 см, а длина ваша входит сюда, то есть все, окей. Если вы выбрали неправильно себе марку, наклеили ее на конвертик и хотите его отправить, но у вас есть сомнения, то вы всегда можете спросить на кассе в постфилиале, правильно ли я выбрала марку для письма, идет ли оно по этой стоимости, и вам скажут или да, окей, или нет, доплатите. Или же второй вариант, если вы уже упустили эту марку, это письмо с маркой в почтовый ящик, если вы неправильно что-то посчитали, вам вернется это письмо с наклеенной желтой такой этикеточкой, где будет указано, сколько вам нужно доплатить. Вы не должны пугаться, ваша марка, которая уже наклеена, она автоматически не удаляется, то есть она остается актуальной, просто вам до нее нужно будет доплатить, поэтому вы берете денежку, идете на почту со своим письмом, с наклеенной на нем этикеткой, отдаете, даете денежки, и тетечка на кассе или дядечка уже сделает все, что нужно и отправит ваше письмо далее. Значит, письма у нас есть вот такие варианты. Это посткарта за 70 центов, стандартное письмо за 85 центов, компакт за еврик, большое письмо за евро 60, максибриф за 2,75, и это уже раздел пекхенов, то есть пакетиков, это уже больше в пакеты, а не в письмам. Так что вот мы ориентируемся вот на эти суммы. Что нам делать, если мы вот хотим в интернете купить марку? Допустим, я хочу, вот стандартное письмо у меня, я нажимаю на желтую кнопочку марки Drücken. Открывается здесь вид моей марки, как она мне будет выглядеть, как она мне распечатается. Вот эти вот много-много иксиков или крестиков, пускай вас не смущают, это если вы дополнительно выбираете услугу прио, вот она прио, то тогда здесь у вас будет вместо этих крестиков номер отслеживания для письма. Без вот этой услуги прио у вас письмо будет без отслеживания, то есть если вот выбрать вот эту дополнительную функцию, то есть отсутствие всяких функций, базис продукта, здесь имеется в виду просто чисто марка за 85 центов, и здесь, конечно, идет крестик, написано keine haftung, haftung, правильно, это без страховки, и здесь стоит галочка зелененькая basiszentungsverfolgung, это означает базисное отслеживание вашего письма, но хочу вам сказать, что ничего там оно не отслеживается, просто наклеили марку и просто отправили письмо, и скрестили пальцы, что оно дойдет. Ну, в принципе, в основном доходят письма, это крайне редко, что в Германии что-то потерялось. Но если вам нужно знать, что отследить это письмо, чтобы оно точно дошло, тогда подключаете функцию прио, это уже будет стоить дополнительно ойро 10 к вашим 0,85 центам, и сумма эта общая здесь уже поменялась, это будет стоить ойро 95, и тогда вы получите эта марка, у вас будет вместо крестиков вот здесь или иксов, у вас будет номер отслеживания посылки, по которому, письма, по которому вы сможете его отслеживать. Здесь также еще есть дополнительная функция с einschreiben, это когда, это имеется в виду вот эти две функции, это когда получатель получает письмо и расписывается о том, что он его получает. Чаще всего эти функции используют юридические какие-то конторы, или если какие-то важные документы отправляются, что вам необходимо, чтобы было свидетельство того, что вы что-то отправили, и получатель это получил, а не просто в ящик забросил, и там скажет, ничего не знаю, мне ничего не приходило. То есть это когда речь идет о каких-то действительно важных документах, которые нужно доказательство, что ты их отправил. Если об этом речь не идет, то тогда, конечно, можете использовать это прио. Прио чаще всего используется, если какие-то документики отправляете, что-то, что вам нужно отследить, что оно точно дошло, потому что письмо, оно все-таки просто письмо, бросил в ящик, и где оно, как оно. А прио, оно действительно вы можете в интернете отслеживать. И плюс прио, это, в общем-то, почти гарантия того, что письмо придет буквально на следующий день. Все, конечно, зависит от того, когда почта с вашего отделения забирается, когда в нужное отделение приходит. Но, в принципе, время пути чаще всего максимум два дня, но это так с натяжечкой. Чаще всего, если вы утром письмо отдали, то к следующему вечеру оно уже будет у получателя. В общем, мы выбираем базис-продукт, просто без отслеживания. И идем. Здесь у нас желтое поле, Weitere Marke Finsufügen. Он нам предлагает еще какие-то марки докупить. Может, нам не одна марка. То есть, вы можете в корзину положить сразу несколько марок и оплатить их. Но, если вы не хотите этого всего, вы просто нажимаете черную вот эту кнопочку и Ден Варенком Корп. Идем в корзину нашу. Здесь он уже нам предлагает три шага для того, чтобы купить марку. Значит, здесь у нас стоит, что вот одна марка. Если бы мы еще выбрали, еще бы марки стояли бы здесь у нас. Здесь предлагается ввести Gutschein-код. Не знаю, у меня за 11 лет в Германии ни разу этого Gutschein-кода не было. Поэтому едем дальше. Здесь, опять-таки, можно выбрать желтая кнопочка Weitere Einkaufen. То есть, далее мы что-то покупаем. Имеется в виду какие-то марки или что-то связанное с почтой. Или nächster Schritt. Следующий шаг. Мы идем в следующий шаг. Здесь этот второй шаг называется Daten und Übersicht. Это персональные ваши данные и общий такой осмотр, скажем так. В общем, здесь вам предлагают зайти на сайт, если вы уже зарегистрированы. Вот окошко слева. Anmeldung. Либо зарегистрироваться. Это справа снизу черная кнопочка Registrieren. Либо оформить покупку как гость. Посредине, желтая внизу кнопочка Als guest for fahren. Вы, конечно, можете зарегистрироваться. Но дело в том, что если регистрируешься на их страничке и ты месяц или два не пользуешься их шопом, магазином, вот этой страницей, то есть ничего там не покупаешь, никакие марки, то через месяц или через два, точно не помню, но система о тебе забывает и тебе нужно по новой регистрироваться. Поэтому смысла регистрироваться особо большого я не вижу, если вы, конечно, не будете там регулярно что-то покупать. Поэтому я, если мне что-то нужно, я себе нажимаю Als guest for fahren. Вот. И поехали. И в этом шаге вы как гость покупаете марку, как не зарегистрированный. И здесь нам система предлагает такой вариант, как Rechnungsanschrift. То есть для того, чтобы им отправить Rechnung, чек за покупку, они спрашивают у вас ваши данные. Нужен ли вам этот Rechnung? Решайте самостоятельно. Если вы там что-то, не знаю, какая-то ваша приватная переписка и никто вам эти деньги не вернет, то, конечно, в общем-то, этот Rechnung не особо нужен. Если же вы, вам работодатель за эту переписку, за отправку каких-то документов должен вернуть деньги или Arbeitsamt, в общем, разные случаи бывают, тогда, конечно, вам нужно заполнить все эти поля со звездочкой. То есть for Nama вы записываете. For Nama это ваше имя, for Nama фамилия, естественно, все по-немецки или по-английски хотя бы. PLC это после Zeit это индекс вашего города, где вы живете. Здесь спрашиваются данные конкретно вас, не того человека, которому вы отправляете письмо, это конкретно ваши данные. Спрашиваются ваше имя, ваша фамилия, ваш индекс, ваш город, ваша улица, номер дома, квартиры, поля, где звездочки нет, не заполняем. Хотите свой номер телефона указать, указывайте. И mail указать нужно обязательно. То есть это все, эта вся информация необходима для того, чтобы вам, чтобы на ваше имя, на вас конкретно выписать вам рехнунг, с которым вы потом обратитесь куда-то, где вам могут за это вернуть деньги. Это если идет речь о письмах по работе, допустим, да. Если вы как приватная персона чисто для себя покупаете марку, ставите вот здесь вот галочку, здесь стоит я, в общем, здесь написано, это галочка, вы подтверждаете то, что вам не нужен никакой рехнунг на почту, в общем, вам не надо вот эта вся муть, и здесь вы тогда просто должны ввести все равно свой mail-адрес, это делается для того, что вам приходит на ваше mail, приходит эта самая марка, которую вы купили с баркодом, то есть вы ее можете либо распечатать, либо баркод показать в постфилиале, вам ее распечатают, то есть это все, конечно, придет на почту, и следующее, здесь галочку ставить не нужно, здесь короче, здесь идет речь про то, что вы хотите какую-то информацию про DHL получать, если не хотите, не ставьте, я не ставлю там полочки, галочки, дабы не засорять свою почту спамом, и потом дальше идет ЦАЛЛИНГС Артен, это способы оплаты, и здесь предлагаются варианты, у меня уже автоматом выбран PayPal, если у вас, вы живете в Германии, планируете здесь какое-то время еще жить, год, два, три, десять, двадцать, обязательно установите себе эту систему оплаты, она безумно удобная, она есть практически во всех интернет-магазинах, и можно не из-за услуги расплатиться, и в ресторанах кое-где можно тоже PayPal расплатиться, это безумно удобно, и также это шикарная гарантия ваша защита как покупателя, потому что если что-то идет косо, криво, вы что-то не получили, недополучили, у вас проблемы с продавцом, в принципе вы все равно здесь хорошо в Германии защищены как покупатель, но все равно через PayPal это, как говорится, двойная защита, что-то не понравилось, возвращаете себе деньги и не паритесь, в общем, здесь еще кредит-карта, есть возможность оплаты, Google Pay или Pay, я не пользуюсь, ничего дополнительно не устанавливала, не знаю, как это, если вы знаете, то, пожалуйста, оплачивайте, онлайн UberWising, это, скорее всего, вам приходит в счет на почту и вам нужно просто идти в банк делать перевод, о переводах я уже видео снимала, порто-кассы, ну, порто-это наличка, это, может быть, будет распечатана марка, но вам за них все равно деньги нужно отдать на почте, не знаю, я этой функцией не пользовалась, я пользуюсь PayPal, ну, что, поехали дальше, посмотрим, как это все дело происходит, вот она мне высчитала, 85 центов я должна буду заплатить, и здесь у меня тоже нужно поставить обязательно галочку о том, это общие правила о защите данных, в общем, это нужно просто, просто галочку там ставьте и нажимаете jetzt kaufen, все еще раз просматриваем, все ли у нас нормально, все ли мы тут сработали, так, ага, нет, надо имейл свой вводить, окей, но я марку не буду покупать, она мне по большому счету не нужна, просто я вам расскажу, что дальше делается, дальше нажимаете jetzt kaufen, если это PayPal, то вам выпадает ваш PayPal, где вы должны ввести свой пароль, подтвердить, да, я плачу 0,85 центов за эту марку и вам в электронном виде сразу же на этой же странице откроется такая страничка, где вот будет в общем-то почти вот такой вот вид и снизу еще будет написано про то, что загрузить марку, да, и вы можете ее загрузить и распечатать, также с ней вместе есть бар-код, с которым вы тоже можете распечатать. Вот я зашла на свою почту, у меня здесь правда нету самой марки на письмо, но у меня вот Norrepli это письмо от почты, это я купила марку на посылку, и вот как оно все выглядит, чтобы вы это понимали, видели, как оно выглядит, это вот такая вот вкладка, где написано номер вашей покупки, дату, когда вы там это все сделали, здесь стоит вот Sie haben keinen Drucker, у вас нету принтера, допустим, и если у вас нету, то пожалуйста приходите на почту, и вот пожалуйста бар-код, с помощью которого вы можете марку распечатать, или вот вложенная марка Versand Marke Herunterladen, это загрузить марку, вы на нее нажимаете, она вам загружается на телефон, из телефона, или с планшета, или с компьютера, смотря с чем вы работаете, вы можете загрузить эту марку на телефон и просто ее распечатать, вот как-то вот так вот это все работает, так вот, все-таки нашла я у себя марку, которую я купила, написано письмо от Service Shop, заходим сюда, это я сегодня как раз купила марку за 3,89, это марка за 2,75 плюс прио, вот эта функция прио, которая говорила, вот вы можете увидеть, написано плюс прио, ойра, 10, ну я большой такой пакетик отправляла, вот у меня тут письмо пришло автоматически на почту, где марку, я ее сразу естественно сайта распечатала, но если вдруг у вас сбой, сбой интернета или еще что-то, вы тоже можете просто взять, ну то есть она вам придет на почту и вы можете еще раз ее открыть, вот так вот выглядит марка прио, вот я просто открыла ее, если вы просто обычную марку покупаете в интернете без прио, а там за 70 центов или за 85 центов или за еврик, то у вас где у вас сейчас тут стоит А 0, 0, 5, 5, 4, вот этого всего не будет, будет просто иксики стоять и будет стоять под значком Deutsche Post, будет стоять не 3,85, а там Euro или 0,70, смряз, какую вы купили себе марочку, вот так вот все у нас делается с письмом, вот так все просто, хотелось бы еще затронуть тему такую, как варензендунг, должно быть вы услышите об этом, значит варензендунг, когда мы говорим о варензендунг, это когда мы говорим о каком-то толстом письме или о книжках, когда мы книжки отсылаем, или какой-нибудь пакетик, который, в общем, о толщине пакета, когда у нас будет, да, здесь смотрите, вот за ойра 60 это 2 сантиметра толщина возможная пакета, а если у вас что-то побольше, чем просто стопка небольшая бумаг, то здесь уже говорим о таком виде письма, как максибриф, где толщина возможно до 5 сантиметров, здесь уже можно отправлять не просто конверт, а еще такие небольшие коробочки, я вам сейчас тоже видео их покажу, отдельно сделаю, как это выглядит, и люди часто, чтобы сэкономить, пользуются варендзендинг, который на те же параметры, как максибриф, будет стоить на 50 центов дешевле, то есть он стоит не 2,75, он будет стоить 2,25, сейчас мы зайдем, я вам покажу, чем это все отличается, так, DHL, DHL варендзендинг, варендзендинг, заходим, в общем, это используется для отправки книг, ну и не только книг, люди, которые что-то продают, допустим, растения, одежу продают, часто, да, вот, если вы там что-то бэушное покупаете, то могут вам одежку прислать вот этим письмом, даже какую-то легкую обувь могут вам прислать, тоже как варендзендинг, и вот вы видите стоимости, здесь уже идет тоже, в общем, здесь большой, это вот такие довольно размер, то есть толщина посылки может быть 5 сантиметров, это довольно-таки уже вместительное, и отличаются они только по весу, за ойро 95 это 500 грамм, а за килограмм вы должны заплатить 2,25, ну, это, естественно, дешевле, чем письмо за 2,75, то есть вы экономите реально 50 центов, но есть маленький нюанс, когда вы оформляете именно бюхенварендзендинг, если сокращенно бюва это называется, вам необходимо об этом указать на конверте, что сейчас я вам и покажу. Так, ну, сейчас от теории в интернете мы переходим к практике, если можно так сказать, какие у нас вообще письма есть, возможности отправить письмо, это вот такие конверты, это побольше, это я марки заказала, ну, формат конверта, да, есть вот такие конверты, поменьше, есть вот такие конверты, с ними будьте очень внимательны, это не конверты за 85 центов, они уже идут как плотные, если я не ошибаюсь, за ойро, ойро, ойро 65, вроде бы они идут, 75, вроде бы идут, когда, это имеется в виду, вот эти конвертики с утеплителем внутри, потом есть вот такие скрафтовые бумаги, конверты, потом есть вот такие конверты, так, что еще, как макси бриф, именно как макси бриф, так же, как и бюва, это бухенварумзенден, который я вам только что тоже показывала, можно отправлять вот такие картонные коробочки, здесь у меня толщина, высота четыре с половиной, до пяти отправлять, это маленькая коробочка, они есть еще и побольше, есть вот такого формата, просто у меня в наличии в данный момент такая маленькая, чтобы вы понимали, что вот эту коробочку тоже можно отправить как макси бриф или как бюхенварумзенден, вот я уже даже написала и все отличие у нас от макси бриф и бюхенварумзенден это стоимость, бюхенварумзенден стоит дешевле, то есть вот такой толстенький конвертик тяжеленький, можете отправить на пятьдесят центов дешевле, стоит только разница, что обязательно нужно делать надпись бюва, у меня карандашом написано, чтобы не портить пакет, но ручкой, мы все подписываем ручкой, это сокращенно бюхенварумзенден то есть бэ у у меня вот маленькая, большая вэ и а, да, бюва, то же самое мы пишем, если мы отправляем конверт, тоже написали свое имя, ну, отправителя данные, получателя, наклеили марки и написали обязательно ручкой большими буквами бюва, чтобы, потому что если вы не напишите бюва, а заплатите 2,20 как за бюва, то вам вернется этот конверт с просьбой доплатить сколько там, 50 центов, и вариант потом уже дописать бюва, типа, я же как бюва отправила, отправьте мне за 2,20 он уже не пройдет, вам нужно будет доплатить эти 50 центов и уже отправить как макси бриф, поэтому если вы именно бюва отправляете, то, пожалуйста, не забудьте это писать и, ну, можете, этим большим конвертом отправляются обычно книги или маленькие вещи, теперь давайте перейдем к этому конвертику, вот такие конверты вы уже скорее всего видели не один раз, конторы любят такое слать с таким прозрачным окошком, они специально распечатывают бумагу и складывают ее так, что здесь ваш адрес виднеется и их адрес, если вы так не умеете складывать бумагу и там заполнять что нужно как нужно, то делайте как это делаю я, я обычно просто если пишу письмо, ну во-первых я не покупаю такие конверты я обхожусь вот такими вот, но если уже купили такое может случиться то просто вкладывая письмо делайте так чтобы здесь не было ничего видно то есть окошко было абсолютно прозрачным и тогда просто заполняете его как стандартное письмо а именно здесь нужно писать данные отправителя отправитель здесь данные получателя получателя что именно мы пишем сейчас я приближу камеру чтобы вам было лучше видно так себе положу картонку значит какие данные мы пишем мы пишем имя фамилия это ваше как вы как отправитель имя фамилия допустим его маер маер здесь вы пишете улицу где вы живете милисен допустим век милисен век допустим 4 если у вас просто милисен век 4 окей если у вас там еще отдельно как-то апартаменты обозначается там чаще идет дробь 15 или еще что-то или там 4б в общем разные варианты здесь вы пишете после цайт то есть индекс допустим 60045 и название города это ваши данные пишется в таком порядке если письмо по германии то вам больше ничего не нужно писать если письмо идет за территорию германии то здесь нужно написать или дое или дойч ланд внизу получателя все то же самое имя фамилия получателя допустим георг мюллер мюллер его адрес это улица на которой живет человек это розинен розинен страсса допустим 7b и индекс 84 111 мюнхен ну так допустим да эта курица какра лапой расписалась все так оформляются абсолютно все бриф неважно какого размера этот бриф и точно так же отправляются конверты которые бюва или вот если картонка у вас как вы как макси бриф ее оплатили или как бюва тоже точно так же ее подписываете здесь имя отправителя имя получателя здесь бюва пишите на таком обычном письме конечно бюва писать не надо потому что оно у вас идет как обычное письмо там за 85 центов или если оно потолще или потяжелее будет за ойрик вообще нужно по параметрам смотреть и теперь куда мы клеим марки сейчас я покажу вам марки в принципе какие есть марки как я уже говорила можно не только на интернет странице заказать марки можно также спокойно купить в том же интернет шопе где мы с вами сейчас только что смотрели заказать интернет марку электронном виде можно купить просто зайти в любой интернет не интернет в любой филиал почты и сказать мне пожалуйста марки по 85 центов они стандартно продаются под 10 штучек но вы можете попросить одну две три сколько вам необходимо я вот зашла и вот сразу 10 купила потому что я знаю что они и куда клеим марки сейчас я вам покажу найду какую-нибудь марку одну бесхозную знаю что были сейчас одну секундочку уже нету да просто не хочется отрывать на конверт что-то клеить окей ладно в общем марка клеится вот в этом углу вот здесь клеится марка вы просто берете отклеиваете марочку вот в общем-то вот это место для марки здесь может быть не одна марка здесь если вам если почта совсем неожиданно подняла тариф и у вас остались какие-то неиспользованные старые марки вы клеите старую марку и добавляете там новыми марками ну чтобы по тарифу новому все правильно было да то есть сюда можно клеить несколько марок главное их клеить так чтобы конечно адрес получателя и отправителя оставался видимости не был нигде заклеен ну и понятное дело что не весь конверт вот здесь вот марки клеить нельзя то есть вот этот вот правый угол и пожалуйста наслаждайтесь обклеивайте его если вам нужно несколько марок если одна то тоже неплохо как еще можно подписать конверт я всегда вот только так подписываю а вообще можно еще как вариант подписать это вот это все мы не пишем а также как вам приходят письма с каких-то контор они здесь просто пишут большими большими буквами адрес получателя и свой адрес отправителя вот прям строчечка тоненькая сверху у них написано то есть так тоже есть вариант отправлять письма но вот чем непрост вот этот вариантик и еще одно возвращаясь к бюве к варензендинг если вы вот так упаковали ваш варензендинг если мы говорим про этот вид отправки то ну конечно упаковали упаковали так слегка заклеить и конечно чтобы оно не отвалилось не открылось но по правилам если вы отправляете именно пакет бюва то его нельзя заклеивать то есть по большому счету здесь как бы надо бы это все дело намочить смочить заклеил и все но нет если вы шлете бюва и так делать нельзя нужно продераколить здесь сделать две дырочки и скреплять письмо закрывать вот вот такими вот вот такими вот штучками сейчас вот они вот то есть две дырочки сделали и вот так вот закрепили вот эти штучки гвоздики они продаются в почтовых отделениях но также в тэдди можно найти в общем везде вот этих дешевых магазинчиках можно найти но я вам честно скажу раньше да это прям был закон закон что только так отправлять бюва сейчас в последнее время мне все приходит просто заклеенное и никто ничего там не проверяет ну я если бюва отправляю то чаще всего вот такие вот пакеты их хочешь не хочешь их нужно заклеивать иначе он там где-то откроется и растирается содержимое но если вот таким тонким пакетом будете что-то отправлять помните что нужно продырек колить две дырочки и вот так зафиксировать и зафиксировать вот такими вот держателями если у вас остались вопросы еще по тому как отправить письмо в Германии то пишите в комментариях я дообъясню